Казахстан из-за коронавируса остался без иностранных туристов. За время пандемии их количество сократилось на 75%. Как утверждают представители отрасли, раньше мы принимали до 9 миллионов туристов в год. Теперь же число желающих оценить наши достопримечательности едва достигает 2,5 миллионов. Индустрия несет колоссальные убытки. Туроператоры разоряются и закрывают свой бизнес. Ирина Крештоп посчитала потери. Пандемия разорвала связи. Возобновлять отношения все еще сложно. В Казахстан могут прилетать путешественники только из 16 стран. Но в национальной кампании «Казахтуризм» просят открыть для иностранных туристов еще и наземные границы. Туристическая цель, так скажем, она не предусмотрена до сих пор у нас, допустим, с Российской Федерацией. То есть вот этого пересечения нет. Опять же, наши приграничные территории, тот же Поровой, Имантауш, Алкарская, Зеренда и так далее. Эти регионы недополучают туристы. Туризм в целом нужно приравнять к продуктам. То есть если во время пандемии продукты свободно, товары двигались через границу, также в составе организованных именно групп с гидом, с специальным транспортом, их нужно также свободно пропускать даже в условиях высоких скачков пандемии. В 2020-м наша страна недосчиталась свыше 6 миллионов туристов. В этом году цифры будут примерно такие же. Ситуацию нужно исправлять, говорят специалисты. Автобусный парк, особенно туристический, он устарел на 90% по Казахстану. Нужно максимально безопасно и максимально быстро нам вот эти вот потоки возрождать, иначе туристическая дестинация, как показал 2020 год, в очень плачевном состоянии. Очень много туроператоров закрылось. Эта компания выжила. Когда пандемия закрыла границы, туроператор открыл Казахстан для казахстанцев. Специалисты стали организовывать поездки по природным достопримечательностям. Мы поставили поезд на Алаколь, мы запустили чартерную программу на Вышарал. И в принципе она была очень успешной. Развивать внутренний туризм сложно, когда нет инфраструктуры, нет таких вот хороших отелей. А когда есть пятизвездочные отели, на системе все включено, конечно, можно заявлять о себе уже громче. Пандемия нанесла фирме колоссальные убытки. Но директор говорит, в марте удалось хоть немного вздохнуть. Турция и Египет снова пустили туристов. Летом стран, открытых для отпусков, стало еще больше. Но о том, как отрасль вместе со своими туристами наслаждалась в доковидные времена, все равно остается только мечтать.